Мониторинговые группы, которые выявляют нелегальных предпринимателей, работают ежедневно. Специалисты администрации курорта инспектируют сам жилой сектор. А еще нарушители ищут в интернете, где сочинцы и размещают объявления о сдаче жилья. На сегодняшний день тех, кто занимается гостиничным бизнесом и не платит налоги, порядка 40 человек. Те объекты размещения, которые находятся в индивидуальных жилых домах и не оплачивают налоги, как коммерсанты, они будут вынуждены оплатить, либо перейти на систему налогообложения, либо приобрести патент. Других вариантов обращаюсь ко всем предпринимателям, осуществляющим подобную деятельность. Других вариантов быть не может. Поэтому большая просьба обратитесь в налоговые органы для того, чтобы приобрести патент и осуществлять деятельность, оплачивая налоги. По данным налоговых органов, объекты размещения в частном секторе платят копеечные налоги. У большинства налог на вмененный доход за прошлый год порядка 5000 рублей. Приобретение патента – оптимальный выход из ситуации, советуют предпринимателям в мэрии. Работа в этом случае будет вестись по закону. Таким образом, претензий ни у властей, ни у надзорных органов не будет. Мониторинг же по всему Большому Сочи ведется ежедневно. Ну а подобные комиссии в районных администрациях планируется проводить один раз в неделю.